здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты сегодня у нас очередной обзор лунного календаря от фирмы гавриш это посевной календарь на апрель 2021 года в прошлом месяце я делала обзор на март и у меня в комментариях написали мне что взяла прочитала вот именно по этому вопросу хочу сказать да прочитала потому что какие-то люди лучше воспринимают информацию на слух какие-то предпочитают воспринимать визуально для себя я уже в календаре заранее отметила зеленым и розовым цветом какие моменты благоприятно какие неблагоприятно и доношу информацию максимально точно потому что те кто придерживается лунного календаря прекрасно понимает что каждый день несет в себе свои какие-то нюансы и от себя тяну рассказывать я не хочу то есть либо это должна быть точная информация либо это просто ваши какие-то мысли над этими календарями работают и астрологи и ученые эти данные уже не неоднократно испытаны опытом специалистов поэтому я считаю что все-таки информация должна быть достоверная а не то что мы себе придумали сами и так кто готов слушать и смотреть пожалуйста смотрите кому не нравится пожалуйста ищите шоу под названием лунный календарь там где вам танцуют споют и расскажут то что они думают сами 1 2 апреля период благоприятен для посевов посадок культур у которых урожай вершки томаты огурцы баклажаны любые зеленые можно производить любые виды работ с почвой как в саду так и в огороде и в теплице можно бороться с вредителями не стоит поливать а также обрезать растения раны будут долго заживать то есть день благоприятный для посева третье в этот день можно высевать высаживать культуры ради получения урожая предназначенного для хранения можно собирать семена они будут хорошего качества и долго сохранять схожесть на юге можно приступать посадке деревьев и кустарников в более холодных регионах приобрести саженцы прикопать их на участке последний день для проведения обрезки в саду позже обрезать растения опасно можно посвятить период заготовки черенков для весенней прививки допускается борьба с вредителями и болезнями нельзя размножать растение делением корней то есть день благоприятен на посев на длительное хранение 4 5 апреля очень благоприятный день для посевов посадок различных бобовых культур а также деревьев семечковых пород и ягодных кустарников можно делать заготовку черенков для весенней прививки обрезка в саду в исключительных случаях с обязательным использованием садового вара и краски можно белить деревья известью по-прежнему не стоит размножать растение делением корней благобовые кустарники и черенкования так 6 7 неблагоприятный день в этот день лучше не пикировать не высаживать не сеять овощные культуры урожаи будут слабыми можно высевать цветы высаживать различные декоративные растения посвятите день уходу за почвой внесение удобрений борьбе с сорняками прикопки и рыхление не стоит поливать подкармливать растения их можно залить и перекормить 8 9 можно пикировать и сеять высаживать культуры не предназначенные для семеноводства и урожай у которых не будет храниться период особенно благоприятен для тыквенных посленовых культур можно высаживать декоративные кустарники цветочные культуры не стоит бороться с вредителями и болезнями то есть день благоприятный для пикировки растений если не прищипываем корень так 10 11 неблагоприятный день не стоит высевать пикировать высаживать растения они будут слабыми и дадут мало урожая можно производить все виды работ с почвой в саду в огороде в теплице можно бороться с вредителями болезнями посвятить время прореживанию всходов и борьбе с сорняками лучше не обрезать растения и не поливать и не подкармливать 12 тоже достаточно неблагоприятный день в этот день стоит не стоит обрезать растения можно подкармливать растения минеральными удобрениями поливать обрабатывать грунт 13 14 очень продуктивный плодородный период пригодный для посадки любых видов растений семена посеянные в это время могут медленно всходить но ростки будут более крепкими и появятся дружно можно поливать рахлить почву косить газон заготавливать лекарственные растения срезать цветы для букетов не стоит производить операции с корнями растений и делить и подрезать то есть можно сеять и переваливать растения не затрагивая корневую систему 15 17 не стоит высевать высаживать растения требующие опоры а также ягодные культуры со сладкими ароматными плодами период подходит для посевов и посадок зеленых культур можно высевать высаживать любые декоративные культуры и цветы благоприятный благоприятен период для борьбы с болезнями вредителями для срезки цветов покоса газона не стоит заставить заготавливать черенки для прививки то есть зелень и цветы 18 19 весьма плодородный период однако лучше высевать и высаживать растения низкорослые которые не требуют наличия опоры можно замачивать семена они быстрее взойдут высаживать деревья и кустарники но только не хвойных пород допустимо рахлить почву поливать и делать весеннюю прививку черенком не стоит бороться с вредителями болезнями ядохимикатами такая борьба в этот период будет бесполезной то есть для низкорослых день хороший 20 22 вообще неблагоприятный день в этот период лучше не трогать растения можно заняться покупкой семян подготовкой почвы весенней уборкой в саду огороде теплицы можно бороться с вредителями болезнями не контактируя с растениями допустимо наводить порядок в хранилище не стоит поливать и подкармливать растения 23 24 этот период лучше посвятить посевом посадкам цветов иных декоративных растений а вот посадка овощных и плодовых лучше отказаться не стоит замачивать семена 25 26 очень хороший период для посева посадок всех без исключения культур стоит воспользоваться моментом чтобы получить высокий урожай самое лучшее время для посадки кальраби корни плодных клубнивых включая картофель а также зеленых бобовых плодово-ягодных культур можно производить весеннюю прививку черенком заготавливать лекарственные растения срезать цветы для букета не стоит в этот период бороться с вредителями и болезнями путем опрыскивания и окуривания 27 день тоже нужно проявить осторожность от активных работ лучше отказаться можно рыхлить почву в междурядьях окучивать растения вносить минеральные удобрения удалять руками сорняки и бороться с вредителями и болезнями с помощью опрыскиваний то есть почва и вредители 28 число очень хороший период для посадки и посева всех овощных и плодовых культур в особенности имеющих мощный корень и крепкий стебель хороший период для посевов посадок луковичных растений овощных тыквенных дыня кабачок огурец патиссон тыква корнеплодных морковь петрушка редис свекла сельдерей картофеля и особенно пасленовых баклажан перец томат можно проводить весеннюю прививку поливать и подкармливать растения не рекомендуется размножать растения делением корня а также производить любые виды обрезки 29 30 допустимо высаживать растения которые дают урожай вершков то есть томаты перцы огурцы и баклажаны можно перекапывать почву рыхлить ее окучивать растения можно бороться с вредителями и болезнями не стоит поливать и обрезать растения так как места среза будут долго заживать то есть хороший день для высадки может быть в теплице или перевалки если вы из маленькой тары переваливаете в большую но не задевая не повреждая корни вот такие советы нам дает фирма гавриш кому понравилось видео и было полезным ставьте большой палец вверх не забудьте подписаться на канал также нажимайте на колокольчик правом верхнем углу чтобы не пропустить следующее видео а я на этом с вами прощаюсь с вами была елена и канал женские секреты желаю всем удачных сходов пересадок удачных посадок посевов и жду вас снова на своем канале